ЕГЕМ И СК Гейминг, который будет решать в рамках карты The Overpass Кто будет выходить со второго места группы С в плей-офф этого чемпионата Напоминаю, что у нас сегодня также играли команды Ancient и Method Ну и там шведы действительно смогли в происшествии двоих своих встреч победить И доказать свое преимущество после первого места этого квартета Ну а как будет здесь мы посмотрим Это карта The Overpass Если честно, я не так часто вижу эти оба коллектива на этой арене Ну и пока у нас клапана жопщина Команда E-Frag скорее всего будет начинать за защиту Ну а СК Гейминг будет проявлять свои атакующие возможности Еще раз всем здорова Веричева Я напоминаю, что с вами RUHUB у микрофона NKANIS Мы смотрим замечательнейший чемпионат Global Offensive Champions League Третий сезон организатор Dreams Media При поддержке партнеров Beach TV, SteelSeries, G2A и E-GamingBets Вместе с СК Лаунжем Благодаря этим всем ребятам мы с вами смотрим такие вот турниры в онлайне Будет разыгранным 20 тысяч долларов Именно такой курс за этот чемпионат был заявлен Ну что ж, у нас начинается эта игра Я фрагнет буду в защите СК Гейминг проявляет свои атакующие возможности И напоминаю, что СК как раз таки в матче финала винаров группы С Проиграли против команды Ancient с счетом 14-16 на этой же карте Ну а E-Frag мы пока на ней не видели Во всяком случае, в сегодняшнем игровом вечере Ну что ж, посмотрим У нас агрессия, возможно, от Виктора и компании на милле Все-таки они решили зайти на коннектор Но у нас как раз таки имеется опасованный выход От игроков команды SK Game По этому направлению, но они ударяются Оп! Действие USPS от того же самого Виктора Который имеет поддержку со стороны спай-лидера и бабла Это пять безответных хэдшодов от команды E-FragNet Ну и какая все-таки жестокая у нас стрельба была от команды из Бангарии И эти ребята у нас сейчас выходят вперед 1-0 Вы знаете, уже очень быстро у нас тут раунд закончился Я просто обескураженный Не имею даже слов, как можно описать вот такие вот действия Но там действительно очень все круто залетело от USPS Виктора Ну и в этом раунде уже SK Gaming закупаются Имеются четыре Тэк-Найна на руках Также Пэд-250 от Асилиона Пять арморов, один из которых с каской И именно он находится у нас сейчас на голове у Моди Ну и будут у нас ребята из SK Gaming пытаться выйти возможно на мидл А потом последующий выход на точку А, пока что они выцелят абсолютно все позиции на туалетах Но мы-то знаем, что глубокие у нас сейчас позиции у команды E-FragNet Ребята понимают, что сейчас не стоит поджимать пистолеты Они понимают, что там Тэк-Найны Ну а вы знаете, что Тэк-Найн делает вблизи со своими противниками И пока у нас укрепление на уборной На банане от команды SK Gaming Мэджис Боя, Силен и Пин готовы выйти оттуда Моди до сих пор находился в коннекторе Фриз также действует подлиннее Вот вражеский смок Уже флешка полетела за плент Она абсолютно никому не ослепила А там уже Бабов, Пиктор и Спа-Лидер готовы Если все-таки позволили, они узнают эту бомбу Спа-Лидер забирает голову Фризу, который пытался действовать Опять же-таки, повторюсь, подлиннее Мэджис Боя забирает Бабла Но падает от действий НХЛ Одного из лидеров в своей пятерке Спа-Лидер за плентом Замечает одного из своих оппонентов на уборной И от того же самого игрока он и падает Моди делает еще один минус на Викторе Но красный он здесь вряд ли уйдет от НХЛ И как не попадает этот Фамас Бомба до сих пор стоит И Моди действительно нужно репикать Но ХП может ему не позволить Пытается он хэдшоды поставить своим оппонентам По одному патрону выстреливал Но отошел и застрелил все-таки свой Тэг-Мэн И второй армор Еще раз напоминаю, что именно с такой броней У нас Андреас Фридх действовал в предыдущем раунде Он является единственным шведом В команде SK Gaming Ну и пока эти ребята проигрывают уже второй раунд И фраги очень хорошо начинают в защите Но бомбу дали установить Но SK все-таки решили действовать дальше В этом раунде с пистолетами только под армор Моди Понятно, что это решение абсолютно адекватное Будет от них выход на точку Б Триммер уже падает под натиском Б-250 Вот Мэджис Боя, но тут уже работает НКЛ вместе с спай-лидером Безоказно играет их Вернее действует их АИМ Спай-лидер не отпускает Моди за колонны Ну и 3-0 И вы знаете Не теряли У нас в прошлом раунде девайсы Практически команда из Болгарии Что и стало причиной основной укрепления экономики Ну и сейчас они довольно-таки себя неплохо чувствуют Хотя, вы знаете, если проигрывают этот раунд То могут быть проблемы Ну, как минимум у троих из этой пятерки Из-за лидера, дримера и бабла 5 АК-47 решили Закупить SK Gaming Вот такой вот сетап Ну и пока Большинство из датчан тусуются у нас до сих пор на терреспауне Моди оставили на выцелении точки боя Мэджис бой на коннекторе Пимп и Силион и Фриз будут действовать по направлению мидла и длины НКЛ пока что в коннекторе Пытается выцепить кого-то тоже из своих оппонентов Пока что без активных действий со стороны атаки Ну и имеется еще минута 20 для того, чтобы решить Куда же все-таки выйти с бомбой Моди до сих пор пытается прошить через мог Выход из нижнего туннеля Напоминаю, что там у нас на точке боя действует НКЛ вместе с тримером Но эти ребята могут тащить И даже не против таких команд, как СК Гейминг Но пока у них не получается Напоминаю, что проиграли они Эншентом Также не смогли Вернее, смогли они справиться с методами Со счетом 16-11 на карте ДАЗ-2 Потащили она Они там действительно очень красиво Со счета 7-11 взяли 9 раундов подряд И абсолютно никаких шансов не оставили своим оппонентам при игре за защиту Ну что ж, пока что у нас СК Гейминг тусуется на банане Бомба там находится на руках у Фриса Пим будет выходить через длину И это все смотрится как зажатие точки А У нас очень агрессивная и одновременно самонадеянная позиция от Бабла Но имеется ассист от Виктора Который тут же будет в топ-ташку действовать вместе со своим тиммейтом Также выход у нас через туалеты был произведен Смоки, флешки, молотовы Все положено на плент Твой лидер подгорел 17 хеллсмейт у него осталось после встречи с осколочной гнатой Бабл открывается на мейт, а с боем он тут же падает от Пимпа Которого не ожидал он там увидеть на длине Но и Сидиан тоже заканчивает жизнь Разноспай лидера Не смог также никого забрать НКЛ, Виктор Пал И последним остается Симеон Ганев Или Дриммер, который пытался действовать через хеллпу Но после того, как увидел череду минусов от своих соперников Отошел на сейсового девайса И СК Гейминг выигрывает первый раунд на карте The Overpass Напоминаю, что эта встреча проходит в формате Best of 1 И тот, кто выигрывает ее, выходит в плей-офф чемпионата GoCL Лиги третьего сезона А тот, кто проигрывает, к сожалению, покидает этот замечательный онлайн-турнир В рамках которого будет разыграны 20 тысяч долларов Все-таки смог у нас Дриммер засейвить свой девайс на зиге И СК Гейминг продемонстрировали очень солидный пуш по направлению точки Абсолютно ничего с ним не смогли поделать сразу 4 игрока команды Ефрак Но там действительно хорошие флешки, хорошие смоки были положены Молотов, который отогнал спа-лидера с центральной позиции И там он не смог абсолютно ничего сделать Мы с вами смотрим пятый раунд Вновь 5 АК 47-х от СК Гейминг Имеется также 5 автоматических девайсов от Ефрага Раз на бой Не все получилось закупить эмки Фамас у Бабла Ну и пока без активных действий У нас укрепление было от команды Ефрак на мидле и в коннекторе Как раз-таки в этой позиции у нас действует Виктор Полс Фольсмок И возможно Мэджис Бой будет выходить именно на эту позицию Виктор включает свою оппонента И все-таки не переспреивает его Хорошие действия от Эмиля Рёйфа Приносят оупен фраг для команды СК Гейминг Так что палец у нас на туалетах спалит Но все-таки перестрелит он насиленно Но с Пимпом уже не справился Напоминаю, что у него было как мало ХП Так и мало патронов в магазине Его М4А1С Численное преимущество от СК Гейминг 4 в 3 И пока не ясно, куда же все-таки у нас пойдет бомба Она еще раз напоминает на руках у капитана команды СК Пимпа Ну и сейчас эти ребята ретеливались по точку Б И будет выход у нас произведен на НКЛ Моди, первый на выходе с нижнего туннеля НКЛ здесь центральная позиция Нужно делать хотя бы 2 минуса Потому что помощи не ждать Ну и не получается ему переследить Выходящего Андреаса Фитха С верхней уже волны Пытается что-то сделать у нас Бабл он фаер Через смок пытается какого-то просто ретриммер Забирает Фриса, который действует через Зиг И пока что заделал для того, чтобы тащить этот раунд с делом Но опять же таки просел у нас дриммер 42 хеллспоинта у него имеется И он идет прямо на встречу к Мэджис Боя Который, ребята, промахнется Но нет! Задергал дриммер своего оппонента Ситуация 2 в 2 Напоминаю, что имеется диффузы у нас у Сименауна Ганева Действует он за свою флешку Бабл палится на верхнем Получает хедшот от Моди И последний остается дриммер 32 хеллспоинта Пытается он отойти на сейв своего М4А4 Это хорошее решение Потому что уже бомба очень сильно тикает Ему нужно было пушить Пимпа и Моди Ну а здесь хорошие позиции были от СК И вряд ли они бы отдались по одному На последнего МК защита Это 3-2 И СК и Гейминг уже подходят По черту временной ничьи Будут и фраги действовать с одной МК И может быть какими-то пистолетами Ну и смотрим мы Куда же все-таки пошел спай-лидер У нас с М4А1С все-таки закупился еще одним девайсом Для того, чтобы поддержать дриммера Он на длине А огонь Как раз-таки у нас на В Где НКЛ только одного Исилиона вместе с собой забрал Прежде чем упасть от усилий Пимпа И вновь у нас точка боя занята Бомба устанавливается Виктор готов выйти на хелпу Но там его поджидает один из его оппонентов Это Яков Винничек Капитан команды СК Гейминг И у нас уже будет счет 3-3 Потому что Бай от команды Ефрак не сработал И ребята отошли на сейв своих девайсов И арморов соответственно СК Гейминг Пока демонстрирует нам волю к тому Что хотят они все-таки выйти в плей-офф Этого чемпионата Грузии Лиги Напоминаю, что уже имеются там 2 команды Вернее даже 3 команды Вышедшие в плей-офф А именно Дигнитос, Альтернет Атакс и Эншенс Ну и СК тоже могут составить им кампанию А может быть и в Ефраке И очень было бы интересно наблюдать за тем Как бы команда из Болгарии Действовала дальше Если бы она смогла победить СК Гейминг Я думаю, что множество со мной согласится Ребят Напоминаю, что для вас работает Рухаб У микрофона Энканис И надеюсь, что вам приходится по вкусу Эта трансляция Мы с вами смотрим заключительный 5 матч на сегодня Ну и думаю, что Не должно быть никаких лагов на этом стриме Нас уже смотрит более 70 человек Всем еще раз добрый вечер И пишите хоть что-то в чате Для того, чтобы я знал, что я здесь не один Что я вместе со своей аудиторией смотрю Какой замечательный матч Даже несмотря на то, что нет ставки на него скинов Бим Пытался выцепить через фонтан своих соперников Но мы-то видим, что агрессия от команды Ефрак Работает только на длине Я Баббл уже занял позицию за камнем Вместе со свалидером и его девайсом за деревом Но мы-то видим, что пока что никуда не идет У нас команда СК Гейминг Только Фриз остался на воцелении этого рубежа Где как раз таки и укрепление, и агрессивная игра От команды Ефрак Ну и пока один-одинешник здесь Виктор С своим 5-7 Он действует через уборную И банан Спалидера все-таки заходит и убивает просто в спину На этой позиции за деревом Остается у нас На банане Или, вернее, на длине, извините Именно так называется эта позиция Баббл-он-файр И его также забирает Один из игроков команды СК Гейминг Тоже имеется два фрага для них Виктор, НКЛ и Дриммер будут пытаться Хоть какой-то дэмэдж экономический Нанести своим соперникам И не факт, что у них это получится Сейчас и Виктор могут за шиворот зайти Хотя не спешат у нас СК Матч из боя, но в цели он не играет Через банан Ну и здесь понимают они, что может быть Виктор Дианков на близи Но, опять же таки, выход от него Несвоевременный И прямо к Матч из боя на мушку Могите время Забирает Дриммера И НКЛ тоже ничего не смог сделать С стрельбой Пимпа Это четвертый и Даже можно сказать Четвертый раунд подряд Для команды из Дании Я напоминаю, что Ефрагнет выиграли С осчетом 3-0 Но далее вы видели все На своих экранах Отличные выходы на точку А и на Б Ты не один, да? Надеюсь, что я не один У меня имеется еще Как минимум 96 Отличных ребят Которые являются Надеюсь, ценниками ТВ Контакт Страйка И, возможно, болеют за одну из пятерок И, может быть, кто-то ставил на них Общайтесь, ребята По поводу того, кто же все-таки Выиграет эту встречу Я сейчас напоминаю, что Команда, которая проигрывает Она вылетает с этого турнира Ну и СК Гейминг То, как они играют То, как они действуют тактически Говорит нам о том Что они все-таки хотят Выйти в плей-офф И побороться за куш 20 тысяч долларов И Силиан Уже готов вместе Своими тиммейтами Ветти подлиннее Но у нас пока что укрепление На уборной От Бабла и Виктора Я напоминаю, что У этих ребят имеются девайсы 4 Сайленсера и Виктор Который верен М4А1С Получается флешку у нас эти Это двоится Бабл и Виктор Но, опять же таки Без активных действий От команды СК Которая знает, что все карты У них на руках Все козыри Самое главное И могут они позволить себе Выходить на любую точку Ну и пытаются играть На эмоциях команды Ефрак Дергать их по всем направлениям Ловить на каких-то Необдуманных действиях И то же самое у нас происходит С Виктором и Баблом Которые просто падают От Эйсилиана Выходящего под флешку Но он был слепущий Как крот Пин тем временем Заберает за стенкой Возле машины Своего оппонента Это был спай-лидер Который тоже не смог Абсолютно нечегошенький сделать НКЛ и Дриммер Хотелось бы мне сказать Но уже сам один Одинешник остается НКЛ Он забрал своего оппонента Модзи Единственного шведа В датском коллективе СК Гейминг И будет пытаться у нас Николай Крустев Засейвить этот девайс Но не факт, что СК Гейминг Будут ему это давать Хотя вы знаете Пин тоже может потерять Свою позицию Свою жизнь У него 3% здоровья Всего лишь имеется Ну и пытается Перешли В режим Охотников сейчас команда СК Гейминг Идут они прямо На позицию Своего противника Пойдется у нас Молотов на выход Из клуба Ну очень редко Называется эта позиция Но я напоминаю Для тех ребят Которые не знают Что если вы подойдете К тем дверям Куда у нас полетел Молотов То вы услышите Как играет просто Какой-то коматозный Трек Музыка Там Прямо как В старых фильмах Про Блэйда Кто еще помнит Темнокожего Парня Который вырезал Вампиров Ну что ж И фраги Поиграют уже Пятый раунд Кряду Будут действовать В этом раунде С 5-7 Максим И Вернее Скаут От И кака команды Спайл-лидера У нас Максим Работает От риммера Забирает он еще Одного Но тут же падает Под натиском Фриса И Пимпа Пока что ситуация 3-3 И Николая Крустева Здесь никто не чекает И все-таки Фриз заметил его Краем глаза Но не смог ничего Абсолютно поделать Не переключился На АК-47 3-2 ситуация Уже 2-2 Нивелируется Абсолютно это преимущество Пимп забирает Виктора Также Ставит голову На спай-лидере Который пытался Действовать Из-под точки А Ну и Моди Уже вместе с бомбой Уходит На плент На точку А Ну и Пимп остается Здесь на выцелении Своего последнего врага Это НКЛ Который казалось бы Сделал один из ключевых Минусов в этом раунде Но ребята Свои тиммейты Не поддержали его И соответственно Здесь для НКЛ Будет довольно-таки Сложно потащить Этот ран Для того чтобы Увидеть четвертое очко Для своей команды НКЛ Все-таки выходит на плент Понимает он Что бомба стоит На хелпу И на банк И это Большие проблемы Будет он пушить Все-таки Модина Потому что Восемь от этого У того он падает И не ожидается Второго выходящего Из банка Отличная игра От Пимпа Хорошее чувство Ситуации Которая приносит Шестой раунд подряд Команде SK Gaming Ну и пока что Ефраги не могут Акклиматься От этого катка Очень сильная Сейчас экономика У команды SK 14 900 У Пимпа 7000 от Моди Сиден 8 206 800 От Фриса Ну и пока что Менее Богат Мэджис Бой 6 750 Ну а сейчас Экономика команды Ефраг на ваших экранах Они вновь Если проигрывают этот раунд То будут вынуждены Играть с пистолетами Это десятый по счету Эта игра За выход В плей-офф И здесь Команде Из Болгарии Нужно показывать Что-то из ряда Вон выходящего Чтобы побеждать Команду SK Gaming Пимп уже выходит На банан И возможно Под флешку Свою тему Это будет действовать Виктор Лоя Все-таки тайминг Для себя Для того чтобы Отойти Более глубокую позицию Напоминаю Что он часто Там играет Поэтому возможно Стоит отойти Потому что уже Просто через флешки SK Ее Эту позицию Проверяет Ну и соответственно Делает там Ключевые минусы У нас Моди На выцеленной Под точкой B Находится Он отвечает Сразу за два выхода Там никакой агрессии Абсолютно от Энкейла и Дримера Не поступало И возможно Как раз таки Они и будут Центральными В этом раунде Потому что на них Будет выход От SK Моди уже Через нижний Туннель Готовится к выходу На Дримера Который уже был В такой ситуации За колонной И сейчас он Мог упасть Все-таки Но смог совладать Со своим фрейм Не промахивается У нас Дример То же самое Можно было бы сказать Про его тиммейта И Все-таки падает У нас Дример Но Как раз таки То, о чем я говорил Энкейла его поддерживает Ситуация уже Передастает В три против двоих Уже один против троих Фриз Со своим АВП Он наплодил Нейлбомбу Ну и здесь Тяжелые времена Для него продолжаются Спайлидер их заканчивает И Это четвертый раунд Для команды Ефрагмэк Спустя Шесть проигранных Все-таки Они размачивают Этот тирт И дарят нам Какое-то зрелище Возможно Даже будут тащить Эти ребята Во всяком случае Хотелось бы увидеть Какую-то напряженную встречу Во всяком случае У нас уже на Оверпассе Одна игра была Очень драматична А именно Эска Гейминг Против Эншин Напоминаю, что Дальчане проиграли С счетом 14-16 Там Действительно Очень круто Твисты и компания Отыграли И вышли с первого места Группы С Гоу Сиел Лиги Третьего сезона АВП от Фриса Пока что Не работает На минусы Пытался он выцепить длину То же самое делает Как из Детской площадки Так и с выхода из ямы И под вражеский смог У нас также действует Команда Эскей Гейминг Хорошая подсадка С другой стороны Обычно у нас Ребята из Контр-террористов Такой демонстрировать Но она работает В две стороны Это монета Которая имеет Как говорится Две стороны И сейчас мы будем смотреть Как же все-таки У нас будут действовать Команда Ефракнет В этом раунде Очень важно Не идти на чек Ни Виктору Ни Баблу Так же спайлидер Там имеется И пока в принципе Укрепление точки А Которая может сработать Для болгар Ну и пимпи Компания пока никуда Не устремляется Понимают ребята Что у них имеется Еще хороший задел По времени Минута до конца раунда Ну и нужно По одному Сейчас выцеплять Своих оппонентов Бабла все-таки Отоходит с АВП Тоже вглубь плента А Он выцеливает Так же длину На которой находятся Два игрока Атаки Это если я не ошибаюсь Пимп вместе с Фрисом И как раз таки Для Бабла Тоже может быть Летален выход на длину Простой чек И Фрис его может Забрать с Вазона Которая у нас все-таки Смок От спайлидера На длину НК тоже помогает С флешкой Фрис Слепнет И сейчас раскидка на точку А сейчас получает информацию Команда Ефрагна Потом что-то все-таки Выход по этому направлению Промаха Криво Санас Барла И этот промах Стоил ему жизни Виктор все-таки смог Разменять свою тимет Но тут же упал Отмержить с боя На машине Не справился с выходом От своих оппонентов Пимп И сейчас не читают Позицию Байлидера Который не смог Забрать отходящего Пимпа Нужно было все-таки Сфокусироваться на бомбе Но это провал Команда Ефраг По направлению точки А последний остается Симеон Ганев И мы уже не раз Смотрели сейв Его исполнение Думаю что в этом рауне Будет то же самое Ребята Давайте общаться Поактивнее Ведите себя в чате Вы что уснули Пишет один из наших Зрителей Да действительно поддерживаю Давайте все-таки поговорим Смогут ли Ефраги Потащить этот оверпасс Против эски гейминг Или нет На кону очень многое Или ты идешь дальше Или вылетаешь Просто ни с чем Не стали охотиться За дримером Хотя Опять же По экономике Имели хороший задел Ребята из команды Эски гейминг Ну На верочку играют Хотят сохранить свои девайсы Чтобы не терять Денег И Мы все смотрим На своих экранах Пимп 13 на 4 Ведет свою команду вперед Капитан Яков Вильнича Который ранее играл За команду Дигнитас Но сейчас Довольно-таки неплохо Отыграет ВСК В другом датском коллективе На сбай от команды Ефраг Имеется 2 ффсена И 3 ффсена Выход от Мэджа сбоя Прямо на прицел к Виктору Который не дрожит Перед его противником Имеется чистая преимущество Которая уже нивелируется И еще раз Для Команды Эски гейминг Мэджа сбоя Не извините Фриз Отсасывает ситуации 2-3 Вместе с Моди Против Виктора Бабла И Триммера Ну и бомба До сих пор не на руках У этих ребят Они пытаются Выцепить кого-то Из своих оппонентов Вблизи Но мы-то знали Что Буквально несколько секунд назад Команда Ефрагнет Отошла на более Сливовую позицию И в принципе Правильно сделана Сложные Фрагом Да Я полностью Подпишусь Под каждым Вашим словом Под этой мыслью Очень сложно Сейчас болгарам Эски гейминг Даже если проигрывает Какой-то раунд То потом доказывает Что они все-таки Команда высшего эшелона Ну не то что эшелона Но во всем Во всяком случае У нее Ну возможно Регалий побольше Чем у тех же болгар Мы посмотрим Как Как раз таки Будут в меньшинстве Отыгрываться Эски гейминг Фриз и моди Подходят по Банану и уборной Ну а там имеется укрепление От Виктора И Бабла Которые сидят Оба за машиной И это может быть летально Для выходящих игроков Эски гейминг Такого сетапа Они могут не ожидать Выходит у нас первый Фриз Забирает все-таки Виктора прострелом И второго тоже будет чек От Виктора Падал И Баблу И все-таки удается Выжить Но нет Не при выходе Это моди И как же читается Эта позиция А знаете Ребята Эсбул Действительно опытная игра От команды Эски гейминг С хелпы уже Пали в свою позицию И также Дриммер Который на всех парах Пчался на перетяжку И моди уже выцеливает Этот смог Вот уже Переворачивается раунд В пользу команды Эскай Они готовы выйти На восьмой И победу На первой половине У Дриммера нет диффузов И он понимает Что нет абсолютно Никаких шансов Действовать против АВП и АК-47 От Фриса и Моди Это 8-4 Ну и как же все-таки Читали позиции у нас Второго игрока На пленте А за машиной Да Головы там сразу не видно За железякой Но опять же таки Фрис вышел Промахнулся Но Моди был Более успешен В этом плане Имеется двойное Численное преимущество По раундам У команды из Дании Ефраги пока близки К тому чтобы вылететь С Global Offensive Champions League Возможно Третий сезон Пройдет без них Пистолеты от Ефрагов SK Gaming имеет сейчас Абсолютно все Для того чтобы выйти На девятый раунд Пим Подтверждает мои слова Но упал все-таки От бабла Вместе с NKL Открылись у нас Абсолютно все игроки Защиты на поджиме Мидла И эту информацию Использует команда SK Которая вышла на точку Бомба устанавливается И должны SK сейчас занять Хорошие позиции Для того чтобы Не дать игрокам защиты Выйти и хоть какие-то Девайсы выбить Я думаю что Отходить тоже стоит Вместе SK Чтобы не терять своих девайсов Ну главное Не так терять свои Как главное Не дарить Чужим Не дарить игрокам Вернее Тут в принципе По деньгам Все очень хорошо Но главное Не получать Ефрагам Эти Трофеи Которые могут В итоге Сказаться Негативно Ну не будем мы Комитировать то что Бабл просто поставил Хлэшот SPI лидеру Испугался у нас Один игроков Датской пятерки Но и Мэджис Бой Обоих их забирает Остается последний Виктор Который все таки Засейбил это AK-47 Действительно комический случай У нас произошел Даже такое бывает В играх Профессиональных команд Которые получают зарплату Я думаю что это абсолютно Не проблема Ефраги Пятерка сплоченная И на моральном состоянии Это никак не скажет Это все таки Эко раунд Который Ничего уже не решал У нас уже позиция 2D от Виктора Вместе с тиммейтом На скаймейке Будем смотреть за Все таки Этой двоицей Могут быть там Опен фраги Виктор идет По этому направлению Все таки кладется Смок у нас на туалеты И пытается у нас Прошить эту позицию Осилион Вернее он стреляет Через смок Но может даже попасть Чем-то по своим оппонентам По флешку Выход от Вифа И он прочитал позицию От Виктора Но все таки не перестрелял Того И наконец-то у нас Имеется Опен фраг От команды Ефраг Молгаром нужно тащить Выходить на счет 6-9 Ну и потом забирать Вторую пистолетку И возможно мы с вами Увидим Действительно Интереснейшую игру Пока что все идет Под диктовку команды Изданий И фраги Во времена Джипплей Играли Не выросли в уровне Хотя состав не меняет Ну Имеется проблема С составом Потому что Опять же напоминаю Что у дримера Есть вагбан На профиле И он не может В большинстве Престижных турнирах Участвовать Поэтому приходится Нефрагам всегда Играть с заменой Там за них играет Панишер И сами вы понимаете Что при таких обстоятельствах Не совсем получается Играть парням Как следует Но я согласен Что они играют Точно так же Как полгода назад Хотя полгода назад Они очень хороший Контурстрайк показывали Обыгрывали Тех же Нату Свинцера Тоже играли Наравне с Натиками Ну и сейчас У них в этом раунде Тоже неплохо действует Эй Сири Как же все таки Он пробрался За машину Но сделал всего лишь Один фраг Там И оставил Одного Одинешенького Фриса Который выходит на точку А Выцеливает свой враг Это Виктор И как же все таки Промахивца Фриз Но Смог Вместе с собой Забрать спайлидера Прежде чем упасть От Виктора Это пятый раунд Для Ифраг Отличное действие От игроков Команды защиты О которой мы кстати И говорили В прошлом раунде Возможно будет просто Матчмейкинг Тактика С выходом Быстрым На точку Б Там как раз таки На полица Три Иргазащиты Еще Перетяжка будет От игроков И фраг Остальных Дриммер Отличная игра На бочку Делает он Два минуса Его поддержал НКЛ Не выпустил Пимпа из Зига И уже ситуация 2 в 5 Ну и фриз С этим не согласен Выцеливает он Бабла При выходе На верхнюю волну Дриммер Еще один фраг От него Но тут уже Не перетеряет он Моди Который забрал Вместе с собой Спайл Лидера Прежде чем упасть От М4А4 Виктора Это 6-9 И при условии Взятия второй пистолетки У нас могут быть шансы У команды Ифраг Посмотрим Я напоминаю Что первую Они выиграли Но потом попали Под каток Настоящей команды SK Gaming Начались разговоры Про джипплей Да, действительно Неплохо Ребята стали играть Ну, посмотрим Хватит ли этого Напоминаю, что SK Очень сильный в защите На карте D Overpass Ну Подкрепляется Мысли О камбэке Ифрагов То, что SK уже проигрывали Сегодня эту карту Против команды Эншент С счетом 14-16 Да, у нас там была заруба Но нельзя Конечно же Сравнивать Ифрагов Против Эншентов Хотя, вы знаете Вполне Они могут тащить За защиту Посмотрим Как у нас Будут действовать Вернее, за атаку У нас Ифраги будут Ну и Для SK очень важно Забрать раунд У Пимпа 16 на 8 Пока что Самый результативный Игрок на этом сервере 9 на 7 от Моди Майк Именно Фриз АВПшник команды Из Дании 7 на 8 9-11 Это и сильно Мэджис Бой Молодое Дарование Датской профессиональной КС Гоу-сцены Пока что Менее результативный Но это, в принципе Не проблема Потому что этот парень Играет очень хорошо В защите Да и, в принципе Ключевые минусы Это уже он делал Мы посмотрим Начинается у нас Второй пистолетный раунд Еще раз напоминаю Что для вас работает Рухап Это турнир Который называется Гоусил Третий сезон У микрофона Эйн Канис И надеюсь Что вам приятно Смотреть эту трансляцию Даже не смотря На столь позднее время Но это уже пятая карта Сегодняшнего вечера Мы смотрели вчера Группа Б Сегодня огонь Группы Ц С первого места Вышли команда Эншенты А сейчас как раз таки Ефраг и SK Решают Кто выйдет со второго Майджис Бой Хочет все-таки Позди В плей-офф Этого турнира Забирает Виктора Один из Самых результативных Игроков Именно на пистолетках У команды Ефраг упал Эн Кейл Отвечает на усиление Имеется паритет Уже среди живых игроков Который тут же нарушается Дримером Который вышел на точку Боя без шанса Просто оторвал голову Моди И уже хорошая позиция От него на хилпе Должен он не выпускать Пимпа Но переслегчается На смок Но Пимп даже Его не чекает Отличный хэдшот От Дримера Хотя все могло быть По-другому Если Пимп просто Посмотрел направо Ну и Фриз Миссис Мэджик Боем Остается 2 в 4 Я напоминаю Что у них первые арморы Нет раскидки Нет диффузов И должен Этот раунд Залетать за командой И враг нет Это будет 7-9 Хотя С этим не согласен Мэджис Бой Который сбривает голову Дримеру Который не менял Свою позицию на хилпе Эн Кейл уже выходит С коннектора Получает хэдшот Фриз Павло Работает Мэджис Бой Отдает еще одну каску На Эн Кейл Стоит ситуация Один против двоих Но бомба уже сильно тикает И все просто будут Его задергивать Игроки команды Ефракнет Отличный пистолетный раунд От них Они забирают Вторую пистолетку уже Это 7-9 А это значит что Не такое уж И большое преимущество У команды Из Дании Напоминаю что СК Гейминг закупили С пистолетами Имеется 5-7 П-250 И 3 ЦЗшки На руках у моди Мэджис Боя И Эсилиона Эти ребята все таки Остались Верны Чешскому Полуавтоматическому Пистолету Ну и Мэджис Бой Вместе с Рисом Действует с этими девайсами На выцеление Через уборную У нас абсолютно без Активных действий На этой карте Дефраги понимают Что не нужно никому Никуда ломиться Берут этот раунд И могут с легкостью Потом выйти против Пистолетного ЭКО На 9-9 У нас уже уйма дэмэджа Залетает по Баблу И он теряет свою жизнь Перестрелки с Пимпа Которая поджимала у нас Длину Но тут уже Писывается за своего Павшего тиммейта Виктора Один в один Пока что размен И Ефраги продолжают Выцеливание НКЛ до сих пор На выцеливание Агрессии Со стороны защиты Под точкой Б Ну и пока у нас Заморозили Свою атаку Команда Ефраг Ну и хорошая позиция Уже От Фися Который заходит в спину И здесь может сделать Он Очень много дэмэджа По своим тиммейтам Вернее Но НКЛ их спасает Хорошая позиция От Николая Крустева Не дает он все-таки Выходу Этому произойти на шарики Но здесь спасает он Как минимум Двоих своих Товарищей по команде Мэджис Бой Резует свою цирку Вблизи точки А Пытался тут Выйти спа-лидер Уже бомба утеряна В спину Будет заходить Эйсилион Уже перетяжка на банк Произошла от Моди И он вместе с Мэджис Бой Будет готовить Этот дефенс Выход от Виктора Более чем успешно Забрал он Моди Тут же размен от Дримера 2-1 ситуация И по Ассилиону Пока что не было Никакой инфы А он Заходит через Туалеты Здесь сможет Очень хороший тайминг Словить на Одном из своих Оппонентов НКЛ просто Его обходит И Какие тайминги Не замечает он сейчас Ассилион Ассилион слышал Уходящего игрока На мидл Вернее на длину Подбирает АК-47 И возможно Флот Дым будет работать Дефуз Фейковый Выход НКЛ И все-таки Дример добирает Своего соперника Ну Опять же таки Дается в знаки То что Не было армора Очень сильно Отрясло Игрока последнего Команды СК Гейминг Ну и соответственно Не мог он Забрать со спрея Своего оппонента Тут нужно Чтобы Произошел Этот килл Но К сожалению Увы Но к счастью Это команда Ефрагнет Которая забирает Уже восьмой Раунд И пистолеты От СК Гейминг Уже немножко Подвисаю я На седьмой Час стрима Но Интересный матч Намечается у нас НКЛ Забирает АСилион Почему-то решил У нас один из игроков Датской Дружины Поджать Сам Сейчас Пытается угадать Команда СК Вектор направленности Атаки Своих соперников Ефраги пока что Никуда Абсолютно не спешат Абсолютно Так же действует Как и в прошлом раунде Выход от Бимпа Всего 5-7 Но опять же Не работает Потому что Его сильно дергает Ну и передергивается Сейчас голова Моди Которая отлетает Под усилием АК-47 Дримера Фриз и Мэджис Бой Остаются в ситуации 2 в 5 И все-таки Ефраги выходят На эту временную ничью Хотя на туалетах Хотелось бы Мне сказать Что имеется Фриз Но он тут же Падает От Виктора Дянкова Последний Мэджис Бой Который В принципе Спалил свою позицию Шагом Спалилдер ее Должен услышать Ну и будет он Действовать на выцеливание Хоть каких-то девайсов Близицы Жешка Очень смертоносна Не важно Что вы имеете в руках Я думаю Что множество Ребят из чата Со мной согласятся Ну а Дриммер Не соглашается Потому что он Все-таки дождался При поджиме Менеджерс Боя Но не получается Делать Минусы Команде СК Не зарабатывают Ребята Дополнительных денег И это потом Может сказаться На экономике Дальнейшей У нас имеется 5 автоматических Винтовок От команды Ефраг На 4 АК И 1 Галил На руках У спай-лидера Капитан команды Решил не менять Своего девайса Ну и АВП От Фриса Которая пока Находится на миде На шариках И здесь могут Его даже обойти Какие атаки Но нет Он все-таки Выцеливает В пиксель Спай-лидера Здесь дают Прощают Снайпера Команды СК Гейм Которые открываются На своем противнике И зарабатывают Численное преимущество Также будет выход От бабла Вместе с тиммейтом Замахиваются Фрис Но тут уже Непростительным был Этот промах В игре против своих Оппонентов 4 в 4 Ну и пока не ясно У нас Диммер Тоже может упасть При попытке Выхода из коннектора Здесь миджа с боем Он может не ожидать Вместе с пикселью Находится Игро защиты Но нет Хорошая стрельба Первоклассная От Диммера И он все-таки Должен уходить Потому что будут Давить эту точку Ирки команды СК Гейминг Которые остались Втроем Пимп Моди И Эссили Он против Виктора Энкейла Бабла И Дриммера Ну и как все-таки Был важен Этот минус От Дриммера Хотя вы знаете Уже Идет поджим От Пимпа И решится Все-таки Капитан команды Да Лезет он И может даже Словить очень хорошие тайминки Выйти в спину Своим оппонентом Я напоминаю Что на точке А у нас имеется Эссили От которого тоже Очень много будет зависеть Пимп будет заходить Нужно подпишить Я напоминаю Что два игрока Атаки будут выходить Через Дину Двое через уборную И Банан Ведет свою команду Вперед Дриммер Ну и Переключаем Мы все-таки На Эссили Который сидит За вполне дефолтной позицией На машине Моди тем временем Изобретает спину Дриммер А также выход через Происходит от Бабла И Виктора Ну и под свой смок Они пока не могут Выцепить оппонента Смок не работает Пока что он работает Против них И Пимп уже заходит в спину Вместе с Моди Они делают эти фраги И что я могу сказать Ребята Абсолютно все минусы От СК были сделаны В спину То есть Эссили он даже Ничего не сделал Просто помансовал Там за машиной Ну и 10-9 СК гейминг Все-таки берут Свой первый раунд На карте The Overpass Играя за защиту Пауза устанавливается Один из игроков Покидает сервер Надеемся Что все-таки У нас Мэджис Бой вернется И мы с вами посмотрим Как же будут Разыгрывать эти ребята Последнюю квоту С группы С В Плей-офф Global Offensive Champions League Season 3 Еще раз напоминаю Что Организатор этого чемпионата Дримс Медиа Партнеры Лиги Тич-ТВ SteelSeries G2A И GamingWats И Series Go Launch Ну и Давайте скажем спасибо Именно Этим компаниям За то что мы смотрим Такой интересный Counter-Strike 20 тысяч долларов На онлайн чемпионат Смогли выделить Организаторы Напоминаю Что за первое место Будет 10 тысяч долларов Второе 5 тысяч Третье Заберет с собой 3 тысячи Ну а На четвертое Отведено тоже 2 тысячи долларов Довольно-таки неплохо От таких команд Как SK Gaming Как Ефраги Напоминаю Что на турнире Также имеется Эншенты Которые сегодня Вышли с первого места То еще у нас Очень интересно И Hellraiser Тоже будут Pentasports X-Vexit CSGO Launch Команда Empire Ну и Space Soldiers Турции Тоже будут пытаться Себя показать Именно на таком чемпионате Если честно Я до сих пор Еще не смотрел И не комментировал Главные игры Команд из Турции Моди Подсадка у него Под точкой B Под свой смог Работает ребята Из SK Gaming Они получили Очень хороший Буст в прошлом раунде Хотя В принципе Ну если бы Ефраги поспешили То могли и выиграть Предыдущий раунд Но нет Он не сработал На их пользу Дриммер При выходе из коннектора Просто сбривает Скальп Моди И хорошая сейчас Позиция для команды Ефраг на Дриммер Еще один Хэдшот на простреле И силен на деревьях И пытался хоть что-то сделать Выход Также за Плент У нас от Пимпа Пресекается Мэжисбой делает Два минуса Вместе с Фрисом На пару Подрывается У нас Дриммер НКЛ тоже пал Ситуация 3 в 2 Но очень много Хэлспоинтов сейчас потерял У нас Фрис У него всего лишь 33% здоровья И его уже подсаживает Его Житимейт Но спайлидер Читает эту посадку Отличное Чтение игры От команды Ефраг Выход от бэджа с боя Колпы Ну и здесь должен Ловить свой Хэдшот А он был выпущен С АК 47-го спайлидера 10-10 И у нас Вновь Временная ничья И как же Все-таки читают У нас Команда Ефраг Позиции своих Оппонентов Браво Дриммер Более тут Ничего не могу Сказать Да уже Дриммер Вагбан получили Опять за старое Я думаю Что вряд ли Так бы рисковал У нас Семен Ганев Он в принципе И так имеет Хорошую удачу Потому что Из-за этого Вагбана Его не забанили Вообще абсолютно На всех турнирах Хотя обычно Еще не доказано С чем же связан Вагбан Энкер Работает на выцелении Агрессии С одной точки Б У него получается Забрать Моди И Эсилиона Которые не смогли Реализовать свои пистолеты Мэджис Бой Пимп И Фриз Уже Перетягиваются На точку Б Но они абсолютно Не угадывают Потому что Ефраги имеют Все козыри на руках А они сейчас Выцеливают Мидл И возможно Пойдут так На встречу С Фризом Извините Находится этот Барен За плентом Выцеливают Как глину Так и туалеты И пока Абсолютно Никакой информации По месту нахождения Бомбы Нет у команды СК Гейминг Ну и на разрыв Просто выходит Фриз Также замечает У нас Мэтч сбоя Слышали его шаги Но Не помогло Это спрей-лидеру Который получил Смертоносный спрей От ЦЗ Ну и Пимп С 5-7 Пока что Не открывался Ни на ком Возможно Будет действовать На выбивание Каких-то девайсов Нужно действительно Сейвить Потому что По деньгам Не все так хорошо У СК Как бы им хотелось бы Ну и Пытается Якоб Виннича Выцепить своих соперников На коннекторе А там как раз таки Его и ждет НКЛ Который время От времени Чекает эту позицию Но и Пипалится уже Получает спрей На минус 70 И решает все таки Отойти Возвращаясь К дримеру Если честно Ребята Действительно Этот парень Полгода назад Он очень сильно Отыгрывал Он был лучшим Игроком В стане команды И фраг Нет Там была такая стрельба Там было очень Крутое чтение Игры своих оппонентов Я напоминаю еще раз Что Полгода назад Ну может быть 5-6-7 месяцев Эти ребята Играли на равных На равных Вернее Снату Свинцеры Напрягали Фнатиков Напрягали НВС В общем Весь топ Мировой Они могли Напрячь Но сейчас Не получается И напрягали Как раз таки Они благодаря Дримеру И Виктору Ну а сейчас Не совсем так От этого Как от него ждут Полещики команды Ефраг Нет Виктор падает Моди Хорошая стрельба С Фамоса Ну и сейчас Пимпа тоже будут Пушить на бочках Но там уже имеется Ассист Вот Эйсили На который выходит Забирает Бабла Также Пимп Перед тем как сгореть Забирает спа лидера Но это не проблема Так сгореть можно НКЛ и Дример Остается в ситуации 2 в 4 Уже 1 в 4 От Дримера Как раз таки Симеон Ганев Остается И здесь Вряд ли он Сможет потащить Этот раунд Бомба Лежит На выходе С точки Б Он уже спалил Свою позицию На коннекторе Ну и Четверка Из команды Эскей Гейминг Сейчас должна Его все таки Забирать Дример Пытается конечно Что то сделать Выцеливает Нижний Туннель Но там Очень хорошая Позиция От Эсилиона И Моди Как только Начнет стрелять Эсилион То сразу же Будет выход От Моди Я думаю Что так у нас И будет Если Эсилион Конечно Нет не работает Это так Говорит Дример Забирает Эсилиона И Моди Ну и по флешку Слов будет выходить С этой позиции Слепнет у нас Фриз Но тут уже Мажесбой На контроле действует И выход От Дримера Не последовал После этой флешки Хотя нужно было Все таки После ее действовать Замешкался И получил пулю Со снайперской винтовки 11-11 24 на 13 От Дримера 7 МВП Он действительно Хочет выиграть В этом матче Еще матч будет Нет Это уже последний матч На сегодня Мы и так Уже смотрим пятую карту Седьмой час стрима Были некоторые задержки Небольшие Но я думаю Что мы с вами Еще встретимся На днях В рамках Гоуси Лиги Также у нас Должны игры быть Группы А и Д Ну а потом Плей-офф Вместе с Рухабом Вместе с Энканисом Мы думаю будем смотреть Ну во всяком случае Надеюсь вы подключитесь И поддержите меня Ну и Среди игрока атаки Уже готовы выйти Через Дельну Там находятся Виктор Баббл И Спайлидер И пока что Защита не смотрит На этот рубеж Но все таки Баббл вместе с Виктором Решили остановиться На туалетах И укрепиться На этой позиции Также Энкел На фонтане И Дриммер Через коннектор Отходят все таки Ребята Из стана команды Эскей Гейминг В более глубокие позиции Это правильно Важный раунд Не стоит сейчас Терять никаких девайсов Напоминаю что По экономике Не все так хорошо Ну и сейчас Любой раунд Потерянный Может стать Причиной экономического Краха Матч с Бой Все таки Переходит за машину Ему будет ассистить Его тиммейт Это Фриз У которого в руках Имеется АВП Ну и 5 халашей У этой фрага уже Смотрят дулами Своими на точку А будет раскидка От них Флешка летит На выход Тем временем Прежде чем ослепнуть Фриз забирает Виктора При этом выходе Энкел Абсолютно кипущий Фриз И делает еще один фраг Скорает от Энкел Но так сгорать Опять же И повторюсь Не стыдно Матч с Бой Разменится на Энкел Он тут же ловит Хэдшот Мощью для того Чтобы брать этот раунд Он находится на планете И пока что бомба у него На руках Он ее не устанавливает Поджигается у нас машина Но там не горит Мэджис Бой Забирает он все-таки Своего оппонента Но тут же сгорает У нас уже второй игрок В защите Который под действием Молотова забирает его И фраги Но здесь конечно же Дриммеры дадут установить бомбу Но не более Сили он его забирает 12-11 Иски гейминг Тащит второй раунд подряд Оказался у нас Смертоносный Молотов Дамэджис Боя и Фриса Но прежде чем умереть От Молотова Это такое дежавю Оба игрока забрали По два своих оппонента То бишь Не стыдно Еще раз повторюсь Я думаю что вы мне Вы мне это простите У нас уже Я напоминаю 12 часов Ночи по Киеву Уже час ночи по Москве Мы смотрим Замечательнейшую игру Хотя вы знаете Замечательно ее Могут сделать команда Ефрак если потащить этот раунд Он им крайне важен Ну и пока что Укрепление от Фриса Вместе с Мэджис Боя Пытались они подсадиться На туалетах Но все таки отходят У нас как раз таки 2D работает От Исилина Вместе с тиммейтом Мы то видели Что Дриммер Уже один раз Пресекал такие действия От защиты Ну и Тут как раз таки На выходе Будет работать Виктор У нас 3D работает От игроков команды СК Гейминг Очень хорошая подсадка Которая работает в пользу Имеется Опен фракт на Викторе И здесь будет выход Как раз таки на точку Б Решили все таки Действовать именно по этому Направлению Команда Ефрак Потеряя своего лидера Под смоками Не может Дриммер Вместе с лидером выйти Нужно все таки Помогать своим тиммейтам С Исилин уже пушит НКЛ Который пытался установить бобу И почему Дриммер Замешкался с лидером Им нужно было выходить Под флешку Просто даже через этот смок Не получилось И Дриммер Очень хорошую позицию Имеет для того Чтобы забрать Одного из своих оппонентов На верхнем выходе Также Исилин На фото Но он красный Забирает бабла Дриммер парится И он остается в ситуации Один против Питерик Его просто будут пытаться Через смок Забрать Он обновляется И без шансов Это 13-11 Бомба уже должна Дефузиться И Силин это делает Дриммер все таки Прострелит своего оппонента Через деревяшку Но это абсолютно На них проблема Для команды Истаки Кто основной снайпер У команды Ефрак Бабл Бабл он фаер Который как раз таки Пока что Не работает должным образом 9 на 16 Отогревает этот парень Но не получается Даже накопить им на ВП Как следует 4 АК И 1 Галил У НКЛ И в основная часть команды Ефрак Укрепляется на миде В то время как НКЛ вместе с Дриммером И бомбой Подошли по точку Б Это возможно будет Фейковый выход На направление Б С выходом По следующим Троице Виктор Бабл И Спайлидер на точку А Трудно выходить против АСК Абсолютно Подпишусь под каждым словом Я и говорил На протяжении Последних раундов Предыдущей половины Что будет очень сложно Против датчан играть в защите Вернее в атаке Юфрагом Очень хорошая игра в парах Хорошие подсадки работают И вы все видите на своих экранах 13-11 и важнейшие раунды Команды из Белгарии Если она все таки хочет Сделать задел на то Чтобы тащить Заспахом Прыгает у нас Фриз И получает просто Простел от Бабла Которого мы кстати Уже говорили В начале этого раунда Но менеджер сбой Никто не чекает При выходе через коннектор И вновь у нас Нивелируется тут же Честное преимущество От команды Которая играет За атаку Бабл С АВП Будет выходить через бену Выцеливает плент Все таки решил поменять Свой девайс на АК-47 И будет действовать По этому направлению Но у нас Мы все таки Наблюдает за моди Который не ведется На этот фейк Уже в спину заходит Пим Который забирает НКЛ А также упал Бабл Ото сильно Дример тоже спалил Свою позицию На выходе Из нижней волны Ну и бомба Сейчас появляется На радарах У команды SK Gaming Это полный провал Дример будет конечно Пытаться выйти Установить этот плент Но как минимум Есть три причины Почему он это не сделает И одна из них моди И его хорошая стрельба С М4А1С Это 14А11 И команда SK Подходит Под черту Матчпоинта Ну и экономику Ефрагов Вы видите На своих экранах У ребят Абсолютно Не получается Нечего Уже Четыре Горилла Один АК-47 Успа-лидера И возможно Стоит как-то Более Фастово играть У них абсолютно Не получается Эти холты Эти фейки Ну и может Стоит все-таки Перенаправить Вектор своей направленности Своей атаки В более Быстрой позиции Моди Чередуют Различные позиции Мотаем на ус Ребята Как у нас занимать Вот такую вот Интересную точку При выходе Из нижнего Туннеля Она не так часто Чекается Но здесь действительно Даже если вы будете Так стоять То вас могут Просто даже Не дочекать Если повернуться Потом разворачиваться Налево Ну и вы за это время Можете спрыгнуть И просто забреть Одного-двое Своих оппонентов Ну и пока что Укрепление от команды SK Gaming На точке B Не работает Потому что И фраги не идут туда Спа-лидер и компания Проходят через банан И их будет встречать Мэджис Бой Он уже должен Замечать своих оппонентов Палец АВП на длине Ну и Фриз будет Отходить с этой позиции Хорошая откидка Молотова От Мэджис Бой А как же все-таки Он много дэмжа наносит Дримеру и Спа-лидеру И пока что Захлебывается У нас эта атака От болгарской пятерки Мэджис Бой Под флешку своего тиммета Действует очень инкрусивно Уходит на спа-лидера Не переследует его Виктор тем не менее Забирает выходящего На пик Длины Фриса Ну и Пимпа здесь не ожидает Он делает один минус Но тут же падает От того же самого спа-лидера Отличная игра Вот капитаны Команды Ефрагнет И возможно у нас сейчас Болгары выйдут на счет 12-14 Ну и неплохо Модим Вместе с Эйсилионом Скорее всего будут Сейвить свои девайсы Ребята хотят все-таки Действовать уверенно Быть уверенными Вернее в своей экономике Ну и действительно Пока что Все карты на руках У команды из Дании Даже несмотря что На то что команда Ефраг проигрывает У нас самый результативный Игрок на сервере Среди 10 Профессионалов Имеется как раз таки В ее стане Это Дример 27 на 15 От него 7 MVP до сих пор остается Но пока что Он не вносит Того импакта Который он носил Перед этими раундами Это не проблема Мы то знаем Что Дример Такой парень Который может включиться В любой момент И возможно У нас дело идет Даже к дополнительным раундам Если Скгейминг проигрывает Этот Потом они выходят На эко Это будет 14-14 И у Ефрага Уже будет даже преимущество Уже немного Заапгрейдились Ефраги В пространстве С прошлым раундом Имеется 4 АК-47 Также Трофейная М От Виктора Вполне Та которую он любит Напоминаю Что в защите Он тоже играет Без Сайленсера И подсадка От Мэджис Боя И его тиммейта Пимпа На Банане Пока что работает На выцеление длины До сих пор Фриз Постоянно он действует Через эту позицию С этим девайсом Ну и Ефраги Пытаются действовать Очень медленно Они сейчас растягивают Они сейчас эмоционально Давят на своих соперников Ну и будут пытаться Выходить возможно На последних секундах На одну или вторую позицию Пока что просто Холд Выцеление своих Направлений Виктор Вернее НКЛ у нас был Под точкой Б Выцепил ее Ну и Получил информацию Что никто у нас не пушит Потому перешел К своей команде Но не работает Здесь на длине Выход от Баба Который попадает Под прицел Снайперской винтовки От Фриза Нотация была На 2D У нас Пимп действует Но все-таки решает Он спрыгнуть С Мэджис боя И это правильное решение Потому что Спа-лидер был готов К этой стрельбе Он также забывает Счетом 16-14 Или это матч Пойнт Команды SK Gaming Бомбас На него Один хайшот И второго Тоже забирает И силе Он был красным И тут Игроку Который играл Вместе с ним Моди Ни в коем случае Нельзя было умирать Но К сожалению Так случилось На НКЛ Николай Крустев Зовут Так этого Болгара И он тащит Этот раунд Отличная игра Какой все-таки Важный раунд Подключил у нас Игрок команды Из Болгарии Вам даже Не передать словами Ребята Ну и тут Он уже На выцеленной точке И возможно Он даже Откоется Опенфрак Да Имеется Найсили А также второй На моде И мы где-то Уже такое видели Пытались уже СК также пожать И также были убиты На этой же позиции НКЛ Ну и Остальная часть команды Ефрак действует Сейчас абсолютно Вальяжно на миде Понимают они Что пистолеты у них У их соперников Дриммер Забирает Мэджис Боя И Пимпа И последний фриз АВП команды Которая не совсем Уверенно действует И вы знаете Возможно Как раз таки Его неуверная игра И Не то что На нем сейчас Лежит вина На то что СК гейминг Проигрывают Но опять же таки АВП это вещь Очень дорогая Но пока что Она абсолютно Ничем не окупается Да имеется Какой-то один фраг За три раунда Но это проблема Которую нужно решать Команде СК гейминг И пауза устанавливается Тактическая Наконец-то Ребята Мы с вами Увидели В рамках Global Offensive Champions League Третьего сезона Тактическую паузу Ну во всяком случае Игроки об этом объявили И фраг Все-таки хотят Выходить в плей-офф Это очень важно Для них Это турнир На 20 тысяч долларов Я напоминаю Что для вас Работа труха Пол микрофона Энканис И мы смотрим Заключительную На сегодня встречу Это борьба За выход в плей-офф Со второго места Группы С Напоминаю Что туда уже Прошли команда Ancient Ну а с группы Б С первого места Вышли Дигнитос И второе Alternate Attacks Которые Обыграли В матче Таком же Заключительном Предыдущего Игрового дня Команду Тим 1-2-3 Это Микс Берри и Сантена Если вы знаете Таких игроков С Таней Тоже У нас очень много Датских коллективов На третьем сезоне Гоу Сиэла Согласитесь У нас есть Те же самые Дигнитос SK Gaming На ваших экранах Это Тим 1-2-3 Которые были Ранее Ну и Пока что Датчане у нас Демонстрируют Что есть у них Школа Контрстрайка Школа молодых Которая выпускает Молодых талантов В тех же Дигнитос Имеется Конфиг И Кьербай В команде SK Gaming Меджерсбой Это молодые ребята Которые возможно Будут потом играть В таких командах Как Астралис Или еще пожестче Ну и сейчас Важнейший раунд Для команды SK Gaming Проигрывают его И будут играть С пистолетами Против матчпоинта Своих соперников И вновь Занятие такой же позиции В которой у нас Постоянно Находился фриз Это есть большая проблема Потому что Если будут туда Выходить и фраги То просто наперед Его убивать Ну и Абсолютный Холд Сейчас от болгар Каждый пытается Выцепить оппонентов По своим направлениям Я напоминаю Что спа лидер Вместе с дримером Действует через коннектор Виктор На выцеливание ямы И пабл На длине НКЛ отвечает За поджим Точки Б И пока что SK Gaming Не могут понять Кто же все таки У нас уйдет Бомба У нас может быть Укрепление точки Б И это будет летально Для команды Ефрагнет Хорошая позиция для Пимпа Для того чтобы увидеть Выходящих своих соперников Из коннектора Все таки Пока что заочно Его перестрелка С дримером Ничем не заканчивана Абсолютно Никаким демжем Все таки простреливает Дримера Минус 15 всего лишь Наносит ему Ну и Ассилион Будет ассистить Находящемуся моде Который на этой волне Постоянно находился Не нужно было так играть Виктор его просто Наперед выходит И убивает 5-4 ситуации Смаки Хорошие положенные Получает хэдшот Пимп Собирает все таки Бабла Смог оглематься Он после этого выстрела Также Ассилион действует Через смаки Забирает НКЛ Ситуация 3-4 Бомба установлена Пимп заходит Через Сик Пытался он действовать Под флешку С его тематом Не получается У нас уже Дефуз От Ассилиона Нужно действовать И каком атаке Но нет Они этого не делают И СК Гейминг Тащит этот раунд 15-14 И такое чувство Что Ефраги Просто не услышали Этот Дефуз После таких раундов Ребята Очень тяжело Тащить последний Но Не стоит конечно же Списывать со счетов Ефрагов Отдали Отдали сейчас Раунд Команди СК Гейминг Который имеет матчпоинт И у нас Большой вопрос И не менее Большой ответ Должен поступить Это или допы Или все таки победа С счетом 16-14 От команды СК Гейминг И силен Просто без печали Абсолютно Подошел под смог Стал Дефуз Три игрока Атаки Абсолютно Ничем не смогли Противодействовать этому Ну и бабл Возможно у нас Вновь будет выход На точку Б И там сейчас Как раз таки Не угадывает Команда СК Гейминг Фрагнет Близка к тому Чтобы все таки Выйти на дополнительные раунды В этой стычке Очень хорошая позиция От этих ребят Виктор все таки Забирает Фрица При выходе С верхней точки Еще один фраг От бабла Падает Виктор Он был красный Это не проблема Дриммер Заканчивает Дополнительные раунды Не перестану Заканчивает В том что они Они просто Сидят на своих позициях И никуда Не выходят Спайлер готов Весить подскаж Свою термин Через Коннектор Пока что Никого он не выцеливает В этой позиции Будет выход От него на Мэджерсбой Там также Пимп имеется Хороший таймин На него Мог бы быть Переключает На Болыну Все таки Мэджерсбой И два минуса От него Дриммер Только одним Все таки Смог разменять Пять Вернее Четыре В три Численное преимущество От команды Из Дании Ну и Бабл Выходит Просто ставит Хэдшот Наперед На эту позицию К игроку К команды Фрису К команды СК Гейминг То о чем я говорил Нельзя занимать Одну и ту же позицию В каждом раунде Ну и сейчас Просто наперед Бабл выстреливает И сейчас Это может Действительно Сыграть Луи Шут Команды СК Гейминг Которая Перетягивается По направлению Точки А Но вы знаете Бомба у нас На руках У Виктора Он на длине И это нам Говорит о том Что это будет Зашатие Точки А А именно Выход на позиции Мэджерсбоя И моди От НКЛа Виктора И Бабла У него НКЛа Здесь действительно Центральная Позиция Не стоит ему Действовать первым Нужно подождать Все таки Действиться Со стороны Своих Ребят Злины И он Будет Точно так же Делать Бабл После Таймин Молды Под себя Выходит Просто Под него И прямо На спрей От матч сбоя Который Не промахится По голове Своих соперников 14 секунд От конца Этого раунда НКЛ Совсем Затянулся С этим выходом Моди Тем временем Преоглянулся С Виктором И забрал его В этой очной Перестелке Мне кажется Виктору Не повезло Не ожидал Увидеть Двоих Своих Соперников На такой Позиции Это 16-15 СК Гейминг Берут Первый раунд Дополнительный Еще раз Напоминаю Что это МР-10 Если ВП у Фриса Вновь Вынужден Он Играть С этим девайсом Но уже Более успешно Открываться На Викторе Получается У снайпера Команды СК Гейминг Помочь Своей пятерки Потому что Он очень сильно Подвел Если быть точным И честным Главное В предыдущем раунде Но там Вы все видели На своих экранах Очень хорошая стрельба От Мэджис Боя И Моди Сейчас пока что Захлебывается Атака От команды Ефрак Бабл вместе со спаллидером Находится на длине НКЛ и Дримером На выцелении Акрасис На НБ И они возможно Будут выходить Через нижний туннель А там как раз таки Эсилион Вместе с Моди Имеет хорошие позиции И они контрят Сейчас этот выход То же самое делает Фриз с Баблом И наконец-то Окупается Это ВП Хоть в дополнительных раундов В основное время Этому парню Не получалось Моди выходит На Развен И на Шашлык Садят НКЛ вместе с Дримером Забрали все-таки Они сильно Прочитали его позицию И Моди Просто трехочковый Кладет Под ноги спаллидера Осколочная граната Которая забирает 38 хеллспоинта От Его основного Здоровья Ну и сейчас спаллидер Будет пытаться выйти Все-таки по нижнему Но здесь без шансов Конечно же Имеется контроль От команды Эски гейминги Это 17-15 Пока что И фраги не берут Ни одного раунда За атаку На дополнительных У Виктора 7,5 часов Вернее Тысяч Часов В Counter-Strike Global Offensive Спасибо за информацию Вы знаете Я Где-то месяц Или полтора назад Комментировал И МТП 2016 И там были Китайцы Сайберзер Кстати У которых Даже есть 8 часов На Стим аккаунте Сыграно В Counter-Strike Global Offensive Сами можете понять Что Не совсем Это пока что Помогает Этому парню Но Виктор Он очень силен Он уже показывал Что индивидуально Очень подкован Этот игрок Он уже падает Тут и сильно Который выходит Под флешку Своего тиммета Из-за бочек Также НКЛ Очень много демеджа ловит То же самое Со спаллидером Но он Открывается Она и сильно Пока что 4 в 4 И Ефраги Выходят Устанавливают бомбу За смоком За колонной И пока что Не ловит Этот просел Бабл Но хорошая позиция От Пимпа Который действует За бочками Не даст он все-таки Баблу Отойти с этой позиции Ну и сейчас На расхват Просто Бабл Он разворачивается Забирает якобы Вильниче 2 в 3 Ситуации И абсолютно Слипущие Сейчас Смэджис Бой Вместе с Моди Они не могут действовать Это возможно Браво для команды Бабл Он фаер Все-таки падает Тут же Размет от спайлидера Попытка Дефуза от Моди Все-таки Это был фейк И он пытается Выйти на того же Самого спайлидера Который делает Еще один фраг При выходе Своих оппонентов Это квадрокилл От капитана Команды из Болгарии Отлично И все-таки У нас Пишут Гуд Халф Ребята из Обеих команд Обеих команд Но это все-таки Нам говорит о том Что это будет МР3 Хотя вы знаете Не могу я понять Зачем тогда нужно Ставить МР10 И 16000 Опять же таки Если бы SK Gaming победили При МР3 10 тысячам Когда обычно Это играется Победили на Двух раундов подряд И потом У нас не было бы той экономики Которая имела Сюди фрагов Но не будем судить Все-таки У нас уже SK будут атаковать И Триммер Был на выцелении Точки Б Там уже Экшен на Амми Для Баббл Вместе с Квалидером Делают уже Три минуса Вместе с Виктором Айбез ответный На пимпе Мэджис Боя И Исилионе Фриз вместе с Моди Остается в ситуации 2 в 5 И Тешелые времена Начинается для команды SK Gaming Которая может проиграть Этот раунд Пока что Остались На своих же позициях На которых и были Мэджис Боя на шариках Моди На выцелении Коннекторе Пытаются Прийти на встречу Ребята из SK Но Ефраги Абсолютно все правильно сделали Отошли В глубину Своих позиций Напоминаю Что уже Три игрока Отвечают за А Бабл Виктор И НКЛ Спайлидер Вместе с Дримером Тоже выцеливают Б Спайлидер Соответственно Зик И Дример Нижняя выхода Ну а Фриз вместе с Моди Будут все таки Пытаться действовать Через туалеты При выходе на точку Но там очень хорошая позиция От Виктора Вместе с Баблом У них имеется кроссфайр И как только Один из них Начнет стрелять А Бабл Начнет стрелять первым У него хороший Угол То Виктор Тут же выйдет Виктор все таки У нас Ступается В этот момент Моди забрал Бабла И размен Все таки Заканчивается тем Что ее фраги берут раунд Это 17-17 Да пока что Временная ничья От Обеих команд Бабл крашит Говорит у нас Пайлидер Мы надеемся Что Не затянется Эта техническая пауза Интереснейшую встречу Мы наблюдаем Буквально В основное время Этого оверпасса Я еще говорил Что хотелось бы Увидеть допы Ребята Мы еще На протяжении Групп Global Offensive Champions League Третьего сезона Не видели еще Дополнительных раундов Но тут Сразу же На блюдечке Ефраги и СК нам Подарили такое зрелище Анпауз от Асилиона Пабл возвращается И будем мы смотреть За еще один раунд Это уже Тридцать пятый По счету Противостояния СК Против Ефраги Еще раз напоминаю Что это матч За выход Со второго места Группы С Это чемпионат GoCL Третий сезон Виктор Остался на банане Бабл будет действовать На длине Напоминаю Что он является Штатным АВП Команды Ефрагнет И пока что На той же позиции Где был постоянно Фрис Он действует Напоминаю Что также У того же самого Фриса Выше упомянута Имеется Снайперские девайсы И пока у нас Без активных действий Попытался у нас НКЛ Пропрыгнуть И заметить своих врагов Выходящих на коннекторе Ну и там Спалил свою позицию Моди Который появился На радарах У своих оппонентов Посмотрим Как Смогут ли создать Ту стену Дефенса Которую ударится Команда СК Гейминг Достойная встреча Двух достойных команд И действительно Как флипсайд Вернее флипсайд У меня же мерещится Как и фраги Так и СК Гейминг Имеет все Абсолютно для того Чтобы победить И Достойные эти Парни Чтобы пройти в плей-офф Как одни Так и вторые У нас пока что СК Гейминг Пытается играть На нервах своих соперников 50 секунд До конца этого раунда Бомба до сих пор Не появлялась Напоминаю Что на длине Будет выход от Фриса и возможно У нас будет Снайперская дуэль Между ним и Баблом Но нет Все таки Отходится Своей позиции Фрис Ну и пока что У нас создавал Эффект Мэнджер сбой Который в детстве На коннектор И нашел свою смерть После встречи Со спай-лидером И снайпер команды Вернее АВП-шник команды Эээ Эээ Иске Гейминг Пока что не включается Нужно выходить в моде Дриме там на выходе И спот ближнего Тоже контролит Но все таки Не переспрелить Своего врага Но заканчивает жизнь Оппонента Спай-лидера И вновь Капитан команды Действует Безотказно Бабл Уже замечательный врагов Пропускает одного Но НКЛ Не делает этого Делает еще один Хэдшот на АС И третий минус От спай-лидера Фриз падает И АВП-команды Эээкский Гейминг Абсолютно ничего не сделала В предыдущем раунде Ефраг Нет Блистик все таки К тому чтобы победить В этой встрече Или 19-17 Или все таки У нас будут продолжаться Допы и Карнавал И Карвалол Самое главное Со взятых раундов Нет Ефраги побеждают У нас снова Пролагивает Это Гоу ТВ К сожалению Мы не смогли посмотреть Последний раунд Этого противостояния Интереснейшая игра Но Гоу ТВ Было не согласно Все таки С тем чтобы нам Показать последний раунд Но тем не менее Я напоминаю что Ефраги все таки Потащили 19-17 СК Гейминг Вылетают С Global Offensive Champions League И это конечно же Такая мини сенсация Хотя обе команды Играли очень сильно Ну К сожалению Гоу ТВ не показали нам Все зарубы Всего Кунг-фу Которые продемонстрировали Ребята в последнем раунде Ты будешь готов к тому Что будет более двух допов Абсолютно готов Абсолютно ко всему Даже несмотря на то Что это уже Восьмой Сейчас этого стрима Я все таки Старался для вас И мне Очень интересно Смотреть было Эти игры Вместе с вами Спасибо вам большое За эти просмотры И еще раз напоминаю Что для вас работал И будет работать В рамках Гоу Сил Лиги Ру Хаб У микрофона Энканис И если вам все таки Пришлись по вкусу Мои комментарии То чувствуйте себя Абсолютно свободно Для того чтобы Подключиться к моей Группе ВКонтакте Я ее сейчас Покажу В Твитч чате Ну подключайтесь Абсолютно открыт Человек Для любого Общения Ну что ж Второй день Лиги Гоу Сил